здравствуйте друзья подписчики нашего канала когда на улице плохая погода снежок ну кому плохая кому хорошая снежок гололед сразу задумаемся про свой задний привод про его наличие так вот у кого скрежет во время того как подключается не привод ну тут два варианта или неправильно залито масло или же конец пришел вашему заднему редуктору так называемым и вам грозит замена хочу в этом видео показать вам разницу между редукторами чтобы понимали какой выбрать и как его вообще отличить вот перед нами два редуктора один с механики 1 с автомата но скажу вам сразу что внешне они ничем не отличается отличие их есть только в цифрах вот полюбуйтесь редуктор с автомата имеет название p6 дальше двоечка редуктора задней с механики имеет тоже p6a следующая циферка семерка вот иногда редуктора отличается по внешнему виду вот хвостовика видите вот этими ребрами вот в этих люк трах его нет в этом в этом есть это не рестайл не дорестайл просто просто он другой просто другой и циферки могут быть написано си зеленым зеленым цветом следующим это будет редуктор с дизеля 2006 год он тоже отличается вот чтобы вы знали название он имеет rrl от nm 02 и тогда все цифры пошли вот это будет дизельный редуктор в дизеля есть механика шестиступенчатая коробка вот автоматов дизеля не было дальше если взять вторую цервы rd8 rd7 там тоже редуктора отличается вот механический редуктор опять же имеет своем штрих-коде семерочку не покажу вам b37 называется это будет механический редуктор а автомат опять же пнз 2 это будет автоматный редуктор каким образом выбрать редуктор вы спросите ну его можно выбрать только методом подбора методом подбора что это означает означает что ставим на машину заливаем масло пробуем ехать не скрипит значит все отлично скрипит редуктор возвращаем продавцу сразу обращу ваше внимание на вот герметик белый это не признак того что он разбирался просто все редуктора коробки сборки honda имеет белый герметик на стыках потому что там нет прокладок дальше о масле которым мы заливаем вот видите если под заливным болтом есть такая надпись dpsf это означает что долбом это должно быть масло залито который в этот в этот редуктор если же такой надписи там нет тогда значит заливаем обычная автоматная за этот день заливная емкость заливная емкость масло больше чуть чуть больше одного литра сейчас я попробую распакую покажу вам как выглядит отлив когда там ничего не написано смотрите на нем ничего не тут не тут тяжелая скотина тут ничего нет наклейки нет поэтому сюда можно залить масло за то день в общем это вся информация про доктором которую хотел вам рассказать кто ставит кардана зиму то наоборот снимает кардана зиму говорит что машина не знает как поведет он не знает как машина его поведет себя в гололед но в любом случае информацию считаю полезной с полной уверенностью могу заявить в ее правильности потому что это все испытал на своих машинах на машинах клиентов которые вот мы тут обслуживаем или вот продаем им некоторые запчасти так что пользуйтесь советуйте своим друзьям подписывайтесь на наш канал далее будет еще много полезных видео которые касаются honda crv хорошего дня и удачи вам на дорогах до свидания